Приветствую вас, Маргарита. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, что вот вы спрашиваете нас, что делать. Я хотел бы спросить вас также в ответ, что делать, чтобы что? Цель у вас какая? Например, в своем тексте вы пишите, что хотите узнать, стоит ли или не стоит ли вам сохранять семью. Для чего вы хотите поговорить с этой девушкой? Ну, хорошо. Это ваша победа, это ваш выбор, это ваше решение. К нему можно по-разному относиться, но оно ваше. Решение, я имею ввиду. А что дальше? То есть, что вы хотите именно от психологов? Понимаете? Какая штука? Что вам нужно от психологов? Понимаете? Мне кажется, мне кажется, что вам желательно вот с этим разобраться. То есть, какую проблему вы хотите решить со специалистом, да? Для себя. И дальше уже двигаться. Какую проблему вы видите? Итак, с гражданским мужем пишите вы вместе четыре года. Смотрите, вы говорите с гражданским мужем. А почему муж гражданский? Я серьезно. То есть, за то время, за четыре года, ну, совместного проживания, вы либо заключили бы, полноценный брак, либо вы, вот как видите, этого ничего не делаете. То есть, это уже некоторая проблема в ваших отношениях. Мужем. Уже некоторая сложность. Понимаете, да? О чем идет речь? Что я хочу вам сказать. Ребенок то же самое. Почему ребенок у меня брак? Мы живем у моей мамы, так как у нас нет своего жилья. Видите вы? Это тоже такая вот, далеко не самая приятная история. Потому что, мужчине, например, может быть, крайне тяжело жить с вашей мамой. Ну, или не чувствует себя хозяином. На чужой территории, не сопрямо было, что все было хорошо. Как вы, как вы, ну, как вот, как вы говорите. Поэтому здесь, мне кажется, что необходимо поисследовать данный момент. Опять. Как вы организовали свои отношения со своему, насколько они у вас адекватные, насколько они у вас. Доверительные. И так далее. Это важно. Опять. Без этого не получится. А, ну, выстроить гармоничные отношения с человеком. Дальше. Так, все началось два месяца назад, зацели ремонт, все переругалась. Какова, какова лично ваша ответственность за конфликтом? Вот я, я бы, я бы, наверное, на это обратил внимание. Потому что, ну, что значит, переругалась. Да. Вы же ответственны за свои действия. Вы ответственны за свои решения. Вы ответственны за свои поступки. Ну, поэтому я не думаю, что здесь можно говорить вот просто о том, что переругалась. Необходимо определить вашу собственную ответственность за конфликт, который произошел. Это крайне важная история. Дальше. Идем, идем дальше. Так, муча шел к своей маме, предложила снять квартиру, нашла, съездили, посмотрели, начали сразу кучу обмазок, по машине поставить некую, что соседине себе предлагала кучу вариантов. Все откладывали. Якобы, не было ипотеку. То есть, муж не хочет с вами, ну, взаимодействовать. Как, как-то. Так? Очевидно. Очевидно, у вашего мужа нет особого желания с вами сближаться. Это, безусловно, неприятно очень. для вас. Но, лучше бы, мне кажется, признать тот факт, тот факт, что что-то между вами не так. Вот. Самый факт. Пока вы этого не признаете, ну, ситуация будет достаточно проблематична, проблемной для вас, по крайней мере. Вот. Дальше, значит. Так. Он приезжал раз в неделю. Раз в неделю. И то, на часток, мама уже отошла, много не наговорил нехороших вещей, мне до сих пор стыдно смотреть ей в глаза. Вопрос, почему вам стыдно смотреть в глаза маме за то, что сделал ваш муж. То есть, связь как бы здесь какая? Ведь это же ваш муж так поступил, не вы, почему вы берете по факту, да, ответственность на себя за мужа, грубо говоря. Вот. То есть, это вот то, что нужно исследовать. Так же. Дальше. Так. Муж приказа истории говорит, что мама добилась, что он ушел, и она вовсе не виновата. Я, конечно, так не считаю, потому что она помогала после родине ребенка и деньгам не бесцветили, при том, что она после инсульта, а его мама ребенку не помогает и не интересуется им. Ну, здесь, мне кажется, у вас идет в какой-то степени перекос, потому что, да, ваша мама помогает, но она это делает по собственному выбору, и то, что у вас есть обиды на маму мужа, не отменяет того факта, что у мужа могут быть претензии к свекрови. То есть, тут очень важно именно услышать вашего мужа, если вы хотите отношения наладить, то очень важно начать слышать человека, просто слышать его. Слышать его позицию, да, какую-то. Вот. А не стараться, там, к примеру, продвигать свое мнение, да, и свою позицию. Ну, если отстаивать, да, свою позицию, то адекватно. В начале июня его мама уехала на море, мы с сыном поехали к мужу на неделю. А почему только после того, как его мама уехала на неделю? У вас есть какие-то сложности во взаимодействии с мамой и его, или еще, почему вы ждали, когда мама увидит. То есть, вы понимаете, да, у вас такое ощущение, что, помимо вас в отношениях есть еще мамы, есть еще третьи лица, которые создают личную напряженность. То есть, не ощущается ваш союз, не ощущается, как, знаете, как что-то такое, вот, самостоятельное что-то. Мне ощущается, что вы сами принимаете решение за себя, ну, да, за свои действия, да, за свои поступки и так далее. Вот, нет такого ощущения. Если я вас, опять же, не обвиняю, да, но просто говорю вот о впечатлениях, которые у меня есть, вот. Дальше, эм, так, значит, там я прочитал переписку с девочкой, якобы подругой. Характер переписки был совсем не в ручке. Видно, что они выясняли отношения с этой девочкой. Я позвал его три раза, как раз перед оправданием и все такое. Эм, ну хорошо. Эм, допустим. Допустим, были оправдания, эм, но к чему вы приходили? То есть, вот вы и подловили своего мужа с девочкой. Другой. Хорошо. Подловили. Что дальше? То есть, были ли приняты какие-то решения? Эм, вами. Или все убиралось просто в эм, то, что ты должен, эм, просто прекратить. И все. Вот. Если просто прекратить, то я боюсь, что это так не работает. Эта история в таком ключе, что вы просто, эм, допустим, запрещаете, эм, своему мужу что-то делаете. Вот. Это означает, что его кто-то не устраивает в отношениях с вами, если у него, если он, вот, общается с другой девушкой. Так. Он заметил, что я прочитал, глаза не смотрел, не быстрее собрался на работу, я нарезал, сначала разговор, сделал вид, как будто ничего не произошло. Почему? Почему вы сделали вид? По человеку, эм, было видно, что он изменился, очень было неотношение, разговор только начало на следующий день, меня распирало от ярости, он мне только сказал, что, нет, но всё, эм, что это, что это она, всё возомнилась, повлюбилась в него, надписывалась, вроде бы замялись этим, но вот опять же, да, тут ни к чему не пришли. Вот мы уехали, все опять началось, мы постоянно ругаемся, из-за чего? Почему ругаетесь вы? Какая личная, личная ответственность ваша в сорах? Почитайте про психологическую игру «Скандал» в интернете, да, чтобы лучше понимать, о чём я пораньше. Так, в один из таких дней он мне говорит, вообще не было бы никаких препятствий, если бы не твоё отношение ко мне, ну, не удовлетворённо, что ли, то есть, вообще у нас стало всё, хочет жить со мной, с нами и бла-бла-бла, но проходит день, два гостей Румы не ищем, кто мы, ничего не делаем, кто мы, только работаем, гуляем с друзьями, кто мы, а я постоянно одна с ребёнком. Так, кто мы, ничего не делаем, так. Сегодня опять приехал, сел кушать, куда приехал, со мной не разговаривает, сидит в телефоне, я пытаюсь вытащить с него хоть слово, спрашиваю, как где-нибудь, а кто, он звук отвечает, но ничего не спрашивает, про ребёнка тоже ничего. То есть, есть ощущение, что вы спрашиваете у него для себя, не для него, и то есть, вы не интересуетесь им, как таковым, как таковым, а вы не интересуетесь собой, потому что вас это взбесило, я мозжью встала и пошла мыть по стыду. Он заскочил и ушёл, сказал только, что свет его задолбало. Ну, задолбало напряжение, которое между вами есть. Очевидно, уехал, есть ветер, сидит в WhatsApp, видимо, опять переписывается с ней, я очень хочу с ней пообщаться, выяснить, всё ли так и так, как он мне говорит, или там уже любовь, мне просто не стоит сохранять семью. Но не хочу выглядеть глупо. Глупо это как выглядит, Маргарита? Опять же, всё значит сохранять семью. Вас волнует человек или вас волнует социальный статус? Для человека, если вас волнует человек, то нужно более, ну, такое деликатное взаимодействие, а не пытаться что-то выяснить у человека для себя, потому что это чувствуется. То есть, ваш муж, грубо говоря, он реагирует вот так, потому что понимает, что то, что вы спрашиваете, вы спрашиваете для себя, а не для него, и интересуетесь всем ради себя, а не ради него. Знаете, какая штука. На этом всё, надеюсь, что помог вам сформулировать, пожалуйста, свой вопрос к психологу, возможно, будет тогда уже работать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.